Армянские СМИ оскорбили Назарбаева, Мерзиева, Жапарова, Раиси и Россию. Один из армянских телеграм-каналов на свойственном деградирующем армянским СМИ скверном русском языке разразился гневной филиппикой в адрес завершившегося в Ашхабаде 15-го саммита Организации экономического сотрудничества. Прискверный канал, прикрывшийся адресом резиденции декоративного президента Армении, позволил себе низкопробный комментарий в вульгарно-издевательском тоне об АОС. Причем не вдаваясь в сути историю вопроса. Ведь АОС — вовсе не детище новых независимых государств, а межгосударственная экономическая организация, основанная задолго до распада СССР тремя ведущими региональными державами Большого Востока, Турции, Ираном и Пакистаном. Хотя организация и получила второе дыхание в 1995 году с вступлением в ее редыции интерназитских государств и Азербайджана. Армянский канал и словом не обмолвился о достигнутом между Азербайджаном и Ираном историческом соглашении, положившем конец устремлениям партии истребов в тегеранской элите и партии Грёз Пашиняна развязать в регионе новый пожар и этнополитической войны. Вот и еще одна оставшаяся в тени держава, Иран не только безоговорочно признала и поддержала территориальную целостность Азербайджана, но и выступила за скорейшее строительство Зангизурского коридора. То есть из-под ног армянского реваншизма выбита последняя платформа противодействия новой геополитике. А вместе с ней развеяны и последние сумрачные надежды исправить непоправимое. Армянские СМИ мягко обошли стороной глобальную сделку по новому региональному порядку между Азербайджаном и Ираном, заключенную на полях саммита АОС. Армянский пропагандистский канал сосредоточил свое внимание на другом болезненном для мирового армянства политическом вопросе. Сравнив солидную международную организацию с наркокартелем, фантасмагорией армянских агитаторов приходится все больше удивляться, ибо ВАОС не представлен даже Афганистан, армянские СМИ направили мощь, точнее немощь низкосортной критики на страны-членов ВАОС, представленных в военно-политическом союзе ОДКБ, которое политические аналитики называют пресловутым пророссийским НАТО. Дистрофические институты общественного мнения Армении возмутились очевидной реальностью, формальные союзники Армении по ОДКБ, в частности Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан поздравили Азербайджан с победой во Второй Карабахской войне, что нашло отражение в итоговом документе под названием «Ашхабадский консенсус действий». Захлебываясь в собственной злобе и желчи, армянские каналы напомнили своим читателям о еще одной предательской стране, Беларуси, которая намедни велеречиво поздравила Азербайджан и Алиева с исторической победой. Какое же это союзничество? А вы не союзники, вы самый настоящий наркокартель. Безусловно, идеологи и пропагандисты могли бы воспользоваться более содержательным политическим лексиконом, не прибегая к ненормативной лексикой и беспочвенным обвинениям. Спрашивается, какое отношение к наркоторговле имеет один из выдающихся политиков постсоветской эпохи Нурсултан Назарбаев? Или провозглашенный западными изданиями реформатором современности Шавкет Мерзиев? Чем же заслужил уничижительную критику лидер революции, бывший политзаключенный Садыр Жапаров? О Рейсе. Неужели армянская общественность забыла, как несколько недель назад Пашинян искал спасения в объятиях нового президента Ирана? Но в своем бессмысленном и беспощадном гневе армянские каналы подвергли оскорблениям и Россию, ее государственные СМИ, которые по логике армянских пропагандистов, посмели растиражировать новость о поддержке подавляющего большинство стран-членов ОДКБ справедливой позиции Азербайджана. В своей неприязни к России и другим союзникам Армении по интеграционным постсоветским проектам, армянские пропагандисты зашли так далеко, что принялись обвинять российские СМИ и все государства, представленные в ОДКБ, в обслуживании интересов Азербайджана. В чем же заключается это обслуживание? В признании международно признанных границ и следовании требований международного права. В поддержке деоккупации и территорий, на освобождении которых настаивал Совбез ООН. По всей видимости России, как и союзным государствам членам ОДКБ надо посмотреть правде в глаза, Пашиняновская Армения получила лишь точку опоры для того, чтобы окончательно оторваться от евразийской интеграции и продолжить путь в избранное евроатлантическое сообщество. Можно пойти на окончательный разрыв, обвинив союзников в предательстве. Хотя Ереван решил покончить с Россией еще в 2018 году, после вероломного предательства Сержа Сарксяна, заключившего сепаратную сделку с Западом в Ватикане. И наконец, после цветной революции и мощного всплеска антироссийских настроений, что предопределило новый соросовский выбор Армении, ускоряющий геополитическую революцию против России и Путина. Маски сброшены, началась открытая игра.